Дмитрий Савва, давно тебя здесь не было. Рад приветствовать от лица всех грибов твоего болота. Спасибо, дедушка. Здравствуйте, друзья. 20 августа, и мы находимся на моем болотце. Пока, правда, кроме этого деда я никого здесь не встретил. У нас была страшная засуха, но вот вчера прошел такой обильный ливень с градом. Может быть, конечно, рано я еще пришел проверять. Но завтра суббота, и придут проверять сюда многие. И вот я вижу нечто привлекательное. Розовый подосик. Он даже больше кремовый. Но ему, наверное, дня два. И вырос он еще до дождя. И так, несмотря на нависшую угрозу дождя, мы продвигаемся дальше. Как-то здесь уютно. И вот, кажется, мы видим его ровесника. Вот это, вот этот характерный цвет шляпки. Летний такой. Светлый. Осенью уже они прям бордовые. Выгорел на солнышке. Но посмотрите, как он чист. Гремит в той стороне уже. Сейчас обеденное время. Два часа. У меня раньше не получилось сегодня выйти. Ну да ничего. Будем надеяться, что успеем. Тем более, что вот еще один попался. Видно, что это до дождя. Но если так пойдет, через недельку и гриб пойдет. Веселее пойдет гриб. Но пока я здесь один. Мне и этого достаточно. Так, ну это... Этот мы брать не будем. Отдыхай. Плодися. И размножайся. Буквально пять шажков. И мы видим, как блестит еще очередная шляпа подосиновика. Вот только бледненькие они какие-то. Посмотрите, этот даже совсем еще маленький. А уже бледненький. Как его соорудить. Солнышко прижарило. Прям пригорел слегка. Оп. Так, мышка слегка подъела. Но ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. А вот это уже не годится. А вот это уже не годится. Сервиленький. А вот, кажется, и грибок суточник. Обратите внимание, друзья, на цвет его шляпки. Это же совсем другой другой оттенок. Ну, это так себе. Раскачечка. Основной сезон у моих подосиков это октябрь. Ну, или может быть конец сентября. Хотя все зависит от погоды. Сейчас все меняется. Попался тут один богатырь. В таких зарослях густых он вырос. Сюда солнышко не так активно проникает. Ох, какой! прям как дерево повалил звук. Рядом с ним по-моему погиб. Да. Маленьким умер. О, какой! Ого! Вот это там гигант! Я, конечно же, не верю, что он будет хорошим. Но проверить стоит. Хотя крепкий такой. Прям не знаю. Сейчас ножку проверим. Тут какой-то заяц его поточил. Ножка здесь поедена. Черви копошатся. и такой он уже питстарковатый. Но вот сразу же вижу несколько моложе гриб. С почти белой шляпкой. Думаю, этот возьмем. Пока пробираешься через эти заросли, вся пыка мокрая и залеплена паутиной. Я так сегодня спешил на гриб аллочку, что даже забыл кепочку. Да, она мне все равно не нужна. солнышка-то нету. Может быть, разве что от клещей поможет. Но как-то я за эти годы ни разу не имел чести извлекать клеща. Раз одного поймал, пока он лез по штанине. И все. Ни единого червячка. Видимо, здесь так давно никого не было. что даже комары разучились кровь сосать. Или я не понимаю, почему их нету. В общем, сплошной позитив. ломимся кабанчиком. это его тля подъела. Ножка такая прям чувствуется в ней здоровье. отличный экземпляр. Отличный экземпляр. Дальше вон, ну то уже старый. Просто вам покажу. нетронутый участок леса. До такого возраста доживают здесь грибы. гром приближается. Уже и капельки срываются. грибы. вы там. Наверху. Дайте еще немного здесь тусану. 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 И все подосики скажу. Какой хороший. Так, а это заболел. этот заболел. Морщинистый. Надеюсь успеем. Вон еще. А нет это не подосик. это что-то похоже на плютей оленей. Блин. Стою. Очары вылупил. Вдаль же смотрю. А под ногами не вижу. Яечко. Так и хочется в срез поцеловать. ммм. А в машине лежит дождевичок. Но в силу своей лени я его так и оставил в машине. Ого. Хорошая ножка. чувствуется в ней здоровье. Может быть там просто здоровые червяки. О. Отлично. Успели. гремит где-то там далеко. Ну а тем временем нам продолжают попадаться красавчики. подростки. Подосиновичные. О. Эх. В травке запутался. Под деревьями вроде так уж и не льет. Просто слышно как по листикам ляпает. Фу. Я тут отвлекся на вот эти старые экземплярчики. Там он виднеется. думаю ё-моё сколько добра пропало. Ну вот дальше посмотрел и сразу настроение поднялось. Сейчас вам подниму. Вон два. И там один. С такой шикарной крышей. Идем же к нему первому. шикарный. Шикарный. И нога шикарная. И гимнофор светлый. Так. Даст бог чистенький. золотце. Так. А теперь к тем. Значит один мне нравится все меньше. По мере приближения к нему. это вот этот маленький. Не знаю. Хотя вроде ничего. Не хорош. А этот нравится все больше. А. этот тоже отличный. И в травке чуть было не прошел. мы привыкли звать их называть их красноголовиками. Но здесь они бледноголовики. и вот то и дело попадается кто-то. Но этот более румяный. Хорош. А я еще так подумал завтра можно конечно с утра пойти. А вдруг завтра будет ливень. А потом мне на работу. и так я и не доберусь до этого болота мечты. Вон чахлык. Чахлык какой-то. А может быть он просто еще ребенок. Подъела его тля. Изрядно. но внутри он чист. Так он какой-то шатен выглядывает. Идем же к нему. О это хороший. Это свежак. Так я люблю. Совсем свежак. Обожаю и размерчик и цветик. Дождик усилился. Сдается мне пришло время на киват и пьятомы. Уже я промок. Но хочу проверить еще одно местечко на бис. Совсем не зря я навестил это местечко. что покажет нам вскрытие. червилость показала. Но эти уже в возрасте грибочки. простительно. Что же там дальше оранжевая блестит. один старый один малый. Вот этот молодой тот трогать даже не станем. О молодой чистый. может быть и вы тоже заметили издалека вон ту шляпу. хороший но под солнцем порепался. дождик был настолько ненавязчивым что я совсем не заметил как промок до нитки. И пора мне сказать вам до свидания до следующей грибалки. Спасибо что провели время со мной. Надеюсь что вы поставите мне лайк и напишите комментарий. Пока друзья.